Привет, сегодня 10 марта и сегодняшнее видео я хотела посвятить тому мотивации Тому мотивации, да, очень я хорошо сопоставила речь Я уже, если честно, я уже это видео сняла, но мне не понравилось, как я выглядела в кадре Я постоянно смотрела вверх и были видны мои некие излишки, поэтому буду телефон вот так держать Вчера у меня был некий нервный срыв И я вчера плакала, нервничала И у меня были очень-очень плохие мысли, если честно, в голове И я словно ненавидела своих родителей за то, что они наградили меня этой болезнью Ну да, я понимаю, родителей мы не выбираем И зачем переживать насчет этих болей Потому что каждый человек, каждый второй человек страдает такой же болезнью, как и я И нет в мире людей, которые были бы, не знаю, полностью здоровы Я думаю, что даже у спортсмена, даже самого сильного человека в мире, который может сказать, что я не болею никогда Наверняка у него есть какая-то болезнь То есть мне так кажется И я вчера сама себя смотивировала на то, что не нужно Не нужно из-за этого страдать, не нужно ненавидеть всех окружающих Потому что я же не знаю, если бы я родилась в другой семье, может быть, мне наградили бы вообще другой болезнью И в этом нет ничего такого, и не стоит из-за этого переживать Вот И я смотивировала себя тем, что я такой человек Если я падаю, то я обязательно встаю и иду дальше И привела в примеры такие истории, как я упала во дворе на велосипеде в 5 лет Если кто-то кушает, я, конечно же, очень сильно извиняюсь, потому что сейчас будет много кровяки Дело было летом Я каталась на велосипеде, а моя мама разговаривала с соседями на улице Я была от нее где-то в метрах 15, может быть, 20 И я неудачно затормозила и упала У меня словно прям кусочек мяса вывалился из колена Если присмотреться к моему правому колену Ой, телефон шатнулся То можно будет там увидеть маленький шрам Вот такой шрам Я не стала от него уже потом в дальнейшем избавляться Это как моя мотивация, чтобы с тобой не случилось, ты всегда вставай Такая вот мотивация у меня И я вижу, что у меня, боже мой, колено в крови, что же делать Я не стала звать маму, потому что я решила, что я просто ее от чего-то отвлеку Я подняла свой велосипед и пошла к ней И потом меня уже довели до дома То есть мама была немножко напугана У меня было почти полтора месяца, чтобы восстановиться Я полтора месяца восстанавливалась, училась заново ходить Я все это делала заново И да, я, несмотря на сильную боль, которая мучила меня эти полтора месяца Я пошла дальше и ничего Я не так сильно из-за этого плакала Я не винила никого в том, что я упала Потому что я сама была виновата Также я упала еще раз таки с велика уже в более большом возрасте Так скажем, в 12-13 лет И это было на улице Я просто попросила папу, чтобы он мне купил перекись, обработал И я дальше поехала кататься Я целый день каталась, я уже забыла про свою боль То есть у меня было много таких падений Я очень часто падаю на коленки У меня там уже, не знаю На самый большой шрам только один Только один Ну а так, можно много всяких изъянов найти у меня там И я истории эти веду к тому, что Что бы ни случилось у меня, как бы сильно я не падала Как бы мне сильно больно не было Я все равно иду дальше То есть я встаю и иду Я не опускаю руки И поэтому я поругалась за то, что я начала ненавидеть своих родителей За то, что они мне вознаградили этой болезнью Ну, боже мой, ну подумаешь, болезнь Сейчас курс таблеток пройду И буду держать себя на диете Может даже похудеть Так что я себя смотивировала И сегодня я буду, наверное, скорее всего сейчас убираться В комнате я хочу немножечко прибрать там мой хлам Мне каждый раз много хлама Я не знаю, откуда он появляется, если честно У меня губы такие на камере Очень бледные Я не люблю помаду Я не знаю, мне она кажется слизистой такой Может быть мне надо матовую помаду купить, чтобы она мне не казалась такой жидкой У меня много разных помад, но мне неприятное ощущение на губах Поэтому терпите меня, как мама говорит, бледную поганку Вот, терпите бледную поганку, пожалуйста В общем, я сама себя смотивировала И вчера перестала плакать И начала жить заново Почему бы и нет? Каждый чем-то страдает Но и многие люди, которые чем-то страдают Они все равно идут дальше Ну, большинство людей идет дальше Тогда почему я должна из какой-то маленького изгиба плакать и не идти дальше? Я постоянно смотрю в окно, мне постоянно что-то интересно Я извиняюсь, мне тут Окно? Я постоянно туда смотрю И мне что-то интересно Не могу смотреть в камеру У меня папа домой приехал Поэтому я, наверное, закончу это видео А то он скажет, что ты там делаешь у нас в комнате Да, я сейчас у них в комнате Я сюда очень редко захожу Чаще всего я захожу сюда, чтобы включить роутер, Wi-Fi И все В общем, я надеюсь, мое видео чем-то вас мотивировало Но оно не получилось таким длинным, как я бы хотела Точнее, оно получилось ранее длинным Но я его удалила И поэтому лучше будет короткое видео с небольшой мотивацией Поэтому я желаю вам всем хороших выходных И если вдруг вы узнаете у себя какую-либо болезнь Или упадете на коленки Не надо опускать руки Вы вставайте и идите дальше Что бы ни случилось, вы просто вставайте и идите Вот как-то так Ну все, он уже подходит Поэтому улыбайтесь чаще Радуйте своих близких своей улыбкой красивой Берегите себя А я пойду Пока Субтитры сделал DimaTorzok